всем большой привет и здравствуйте продолжаем плановое обслуживание недавно купленного автомобиля как всегда у новых хозяев начинают высыпаться какие-то непонятные болячки да старый хозяин говорит да я уже 10 лет ездил и все было классно я ничего не менял даже масло а вы вдруг вот поехали теперь претензии то масло темное то что-то рейки стучат то что-то рулевые у вас оказывается болтаются как вы едете а предыдущие 10 лет ничего не делалось там было все классно но в связи с этим что было по это что у нас произошло рулевые тяги рулевые тяги болтаются рулевые тяги болтаются и соответственно резинки все порвались а в данной ситуации значит что принято решение были приобретены новые заводские тяги оригинал не оригинал подделка не подделка не важно главное что на эту машину есть магазине новые тяги рулевая тяга наконечник она продавала все отдельно все классно все хорошо за исключением пыльников и резинок вот этот порватый если купить новый ребята новый оригинальный резиновый пыльник на эту машину стоит как половина этой машины естественно ответ нам это нафиг не надо будем колхозе дальше по черному и вот тут нас ждала маленькая засада по нашему обыкновению купленная жигулевская резинка оказалась к сожалению намного короче и по диаметру меньше и по длине она меньше и соответственно когда ее попытались натянуть растянуть во время поворота она тоже вот порвалась то есть она не выдержала тех режимов которые вот здесь она растяжение сжатие и так далее и плюс вот этот диаметр очень очень маленький пока ее натянешь это попа она в общем неудобно жигулевские резинки к сожалению в этот раз сюда не подошли вот сюда подошли резинки были подобраны от рено дастер цена небольшая буквально 380 рублей резинка саки тоже там высокие жигулевская тоже там плюс-минус 200 300 рублей оказалось а это повторяю родная половина стоимости машины есть аналоги сделанные из пластмассы ну как шланги на пылесосе да те подешевле всего по 800 или по 900 рублей но что-то оно не внушает нам доверие была приобретена вот эта как видите по длине если вот не сравниваем они одинаковые но есть маленький нюанс по диаметру реновская меньше чем это и натянуть ее туда не получается плюс нам надо еще сделать вот этот вот сапунчик для выхода воздуха да и когда резинка вот это зад вперед отходит здесь воздух то сжимается разжимается сделан вот такой сапунчик на американской то есть нам надо будет что-то скалхозить чтоб тоже был выход воздуха отсюда иначе тут все очень плохо поэтому что делаем правильно берем оригинал берем то чтобы приобрели и сейчас попробуем сделать некий переходник чтобы эта резинка хорошо встала на рулевую рейку но для этого что как всегда идем в мастерскую берем бумажечку попробуем это все изобразить и у у и он его и и его и Ну что ребята, получилось полный тазик у нас алюминия, где-то килограмма полтора наверное. Ну килограмм точно есть. Сейчас будем развивать по форме. Ну и все ребят, все теперь это все остывает, в следующее включение уже погожу готовые отливки. Ну вот ребят. Почти полтора килограмма алюминия, закипятили 5 литров воды. Итак ребят, переходники будем делать из вот этих отливочек, как делаются отливочки вы только что посмотрели, ничего сложного. Значит теперь далее, замеряем все вот эти размеры, ширина, длина, толщина, глубина, чтоб не ошибиться используем точные измерительные приборы. Ну там по резине, да, чтоб просадку не было, по микрометру все делаем. Укладываем в голове, но чтобы во время процесса не забыть, соответственно что делаем, делаем правильно. Берем листочек бумажки и это все быстренько-быстренько чертим то что нам надо. Ну примерно будет вот так это все выглядеть у нас и она получилась примерно в натуральную величину. Ну и как это токарный чертеж у нас обязательно должна быть осевая линия. Фигура вращения у нас в конце концов, да. Ну вот, чертежик у нас набросан, не чертеж, а так, технический эскиз назовем, да, технический рисунок. Заготовка у нас есть, сейчас мы ее зажимаем, вот видите она почти у нас в натуральную величину получилась. Ширина, длина, все вот как будто так и есть. Сейчас зажимаем в станок. Работу на станке я комментировать не буду, ну там проходы, проточки, сверловки, там ничего такого нет. В ускоренном виде посмотрим, раз в 10-15 примерно, да. Ну а потом готовые изделия уже увидите. И попробуем это все собрать в кучу. Поехали. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну и вот ребят что у нас в итоге получилось вот такие две загогулистые штуки согласно чертежу вот эти медные штуцерочки медные трубочки они выходят вот сюда в отверстие это будет как раз газоотводные трубки газоотводные трубки там места много до шланги место есть это как раз то что вот я говорил вначале вот видите трубка вот он штуцерок под шлангочку все ну завод так делать я так не сумел я вот так придумал так дальше что там есть еще канавка на самой рейке рулевой но когда одевается родная резинка она хомутом зажимается и все но у меня в эту канавку будет ходить тут я сделал специально бортик видели проточил он оденется защелкнется и подожмется болтиком вот так вот болтиком все это подожмется то есть принципе можно идти ставить что вам еще показать но резинка 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 вот так одевается в общем ребят все четко одевается еще место для хомутика осталось данной конфигурации наверно даже не нужен будет тут настолько все получилось осталось поставить на машину тоже так клад щелк болт и затянул всех красота ну вот сделали мы переходник с дедом реаниматором теперь собираем непосредственно тягу потому что эта штука будет ставится прям вместе с тягой самый главный момент что у нас замечательно с зазорчиком заходит проходит все резинка встала на свое место вот она будет работать и здесь с диким растяжением потому что рейка у нас длинноходная растягивается даже длиннее чем родная и полностью складывается и вот эта часть имеет возможность свободно заходить через наш переходник в саму рулевую рейку и остается по старой тяге по линеечке длину тяги вместе с наконечником но это уже совсем другая история это переходите и смотрите на нашем втором канале эгоист компании и так ребята так вот становится рулевая тяга с резинкой от рынка дастера вот там вот наша эта втулочка из моторки лучше на сейчас там покажу так вот отсюда вот смотрите как она замечательно прям стала она закручу болтики ниже вот он вот так да и вот так вот он потом затянется ключиком в общем переходнички все все и теперь фикс сдвинешь фикс дернешь но останется вот эту еще кислородную трубку одеть для дегазации полости ну и все ребят вот такое чудо у нас получилось поэтому если у вас случайно завалялась американская машина не полопались резинки от рынок дастера вполне вполне себе подходит просто надо немножечко приложить руки и наделать полтора кубометра стружки и все подробности установки и замены шаровых этих сил и рулевых тяг смотрим на нашем втором канале гс компания но сейчас пойдемте выгребать стружку